Здарова, Эдри Буарн, у DTV вышел новый ролик, называется Шоу Кап Хэд, это шедевр, я на самом деле не сомневался, но я пока еще не смотрел этот мульт, обязательно его будут смотреть, и скорее всего, очень надеюсь, что на ВАЗДе, просто сейчас пока что как-то нет особого желания запускать там стримы, но в любом случае мы, если я буду смотреть Шоу Кап Хэда, мы будем смотреть его вместе с вами на ВАЗДе, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании, надеюсь здесь не будет особо много спойлеров, очень сильно на это надеюсь, Но в любом случае, давайте ролик посмотрим, надеюсь, он будет интересен, как обычно, погнали! Всех любителей анимации снова приветствую, на связи снова я, Ди, и наконец-то нас посещает годный и хороший мультсериал, так что сегодня мы с вами рассмотрим Шоу Кап Хэда, или же, как вы перевели, Шоу Чашика! Да, это вообще на самом деле такое странное, как мне кажется, решение, Шоу Чашика, что это за польский какой-то мультик? Что повествует нам о буднях и приключениях, что неудивительно... Чашика и... блин, забыл, как второго зовут... Кап Хэда и его братюни Магмана, их старого деда Чайника и Дьявола, что периодически будет пытаться похитить их души, и даже показывают нам новых персонажей, что, как неизвестно, появится в будущих дополнениях к самой игре Кап Хэд, что выйдет, кажется, где-то летом, и наконец-то мне подвезли годный анимации, ну прям навалом! Анимация здесь прям реально очень хорошая, мне нравится! Ты не удивлён, что тут как и много годноты, так и куча своих проблем, от которых название этого видео может показаться ложным, и Кап Хэд Шоу никаким шедевром не является! Ну, это просто называется... Вы попались на кликбейт! Что-то, как и почему мы сегодня с вами и разберёмся! Благо, долго ждать мультсериал не пришлось! Правда, вышло всего 12 серий из 40 обещанных, но в любом случае тут куча контента! Кстати, 12 серий, это значит, ну каждая серия по 10 минут, насколько я знаю, всё вместе получится 2 часа! Наверное, если начнём смотреть на ВАЗДе, то мы его посмотрим прям, ну, за раз, я так думаю! От анимации до странного и непонятного! И в некотором мире куча контента! Как отличного от анимации до странного и непонятного! И в некотором мире даже жестокого! В любом случае присаживайтесь поудобнее! У меня даже что-то такое у него на голове! Обязательно сразу ставьте лайк и подписку! И давайте же, наконец-то, посмотрим на хороший мультсериал! Давай! Вначале я, конечно... Почему, наконец-то? По-моему, вот у DTV недавно выходили два ролика по Vox Machina! И он, я так, насколько понимаю, тоже её хвалил! Я их не смотрел, потому что я сам хочу посмотреть Vox Machina! И тоже мы будем смотреть её на ВАЗДе! Даже постараюсь всё вам рассказать без каких-либо спойлеров! О, спасибо тебе большое! Хотя из-за специфики мульта, они, в принципе, вроде как невозможны! Ну, мне тоже так кажется, на самом деле! Ну, что ж, давайте расскажу! Поэтому я без страха смотрю этот ролик, а вот с Vox Machina я решил немножко повременить, либо вообще не смотреть! Итак, смотрите! Давайте начнём с того, что шоу Капхеда это, очевидно, блин, мультик по одноимённой игре Капхед! И первым, что вам попадает на взгляд, это стилистика и рисунка мульта! Для такого мульта здесь очень сочная и красочная анимация! С кучей остаточных кадров, движений, всё трясёт! Что значит остаточные кадры? Болтается в нужном моменте! То бишь, всё живо и вкусно для взгляда! Сама анимация выполнена в этаком гибридном стиле! А именно перекладки и покадровой анимации! Стиль... А что такое перекладки? Стиль очень похож на короткометражки Микки Мауса! Ну, учитывая, что в титрах есть те же раскадровщики, что над ними работали! То понятно, почему всё так красиво выглядит! А кто-то скажет, что здесь не хватает этакого духа, который был в игре! И я знаю, чем это вызвано! Так вот, не секрет, что... Какого духа, не понял? По-моему, выглядит так же красиво! Игра Cuphead была выполнена в анимации 30-х-40-х годов! И все персонажи и анимации в игре были выполнены по той же самой технологии, которая использовалась 90 лет назад! А именно рисование анимации на бумаге и целлулоиде! Оттого игра и отдавала сразу тем самым вайбам анимации тех лет! Шоу Cuphead же, очевидно, не может! И не могла бы быть, в принципе, сделана в том самом стиле и по тем же технологиям! Мало того, что... Ну, это слишком много бы пришлось тесовать, конечно! Да и игра делалась кучу лет как раз-таки из-за этого, из-за способа ее создания! А теперь представьте, что бы сериал делали точно так же на бумаге и целлоиде! Это был бы полный трындец на самом деле! Вы бы, наверное, мульты не увидели лет 5 или 7! Это уж точно! Мало того, что целлоид еще сейчас очень дорогой! Так еще и вы... Почему дорогой? ...хрен достанешь! Так что для любой студии это крайне невыгодное предприятие! Ну, прям вообще самоубийственное, насколько я понимаю! Ну, очень сомневаюсь, что для такой студии, как... Точнее, для такого... По такого сервиса, как Netflix, это будет чем-то самоубийственным! Абсолютно нет! Ну, это и плюс и минус сериала одновременно! Скажем так, современная анимация позволяет делать мультики быстро! И куда проще! Опять же, раз уж у нас на Ютубе люди вдвоем делают хр... Может, сделаем свой мультик? Хорошие мультики! То, значит, прогресс и ускорение все-таки хороший! А старый способ, конечно, хранит в себе этакий дух! Какое-то нечто необъяснимое! Я не знаю, мне очень нравится все равно рисовка! Типа, никакого духа там чего-то, как бы... Отсутствие, точнее, какого-то духа там я не замечаю! Мне прямо очень нравится! Но она как монолит и делается долго и крайне запарно в этом! Оттого мы и видим эти различия в игре и сериале! Ну, с анимацией мы закончили! И про что же сам мульт? А он про наших братьев Капхеда и Магмана! Через мульт нам, наконец-то, показывают, кто же они в конце концов такие! Чашки! Это и так было понятно! Какая-то себя ведут и прочие детали! И одно из моих предположений все-таки сбылось! Во всяком случае, за первые 12 серий из обещанных 40 намеков на события игры, в общем-то, особо не было! Хотя-то мы мелькали наши знакомые и любимые персонажи! Как, опять же, тот свиношкур! Зеленый Горыныч! Те жабы боксера, которые здесь держали свой ресторанчик на плаву! Ну и Кинг Дайс! Правда, тут... До него я не доходил, до жаб доходил! В русской озвучке тупо назвали королем! И знаете, о русской озвучке мы еще поговорим, ведь тут свои проблемы на... Ну, как бы... Да, раз название очень странно, типа, шоу Чашек! Чашика, что за херня? К сожалению, во время просмотра я забыл узнать, о какое возрастное ограничение у сериала! А ведь оно 6+, То бишь, понимаете, на кого рассчитан сериал и кто его целевая аудитория? Мне кажется, игра явно не 6+. Явно не на таких древних тварей, как я! А потому... Если ты древний, то какой я? Вначале я находился в неком ступоре! То бишь, мульт быстрый и не сидит на месте! И постоянно что-то выкидывает! И лишь к третьей серии я все-таки окончательно понял, в чем дело и принял правила этого сериала! И тогда я смог получить удовольствие! Но не думайте, что он совсем детский и постоянно держит вас в напряжении, знаете, то есть... Дергается все постоянно и лезет вам в экран, чтобы удержать ваше внимание! Тут много своих интересных моментов! А в некоторых сериях он даже куда более жестокий! То есть тут есть буквально серия, где героям подкидывают владенца! Они с ним манчатся, но он всех так сильно раздражает и бесит, что... А это бутылочка! Его берут и подкидывают другим семьям! Так он попадет к нашим главным героям, он их бесит, раздражает, и они тоже подкидывают его другой семье! Также имели место быть частые шутки про сирот, ну а также некое отчаяние... Шутки про сирот, конечно, жестко! ...того, как тут живет как бы дьявол, и он постоянно норовит вытащить вашу душу! То бишь, проиграл ты на каком-нибудь автомате, все, души лишился! Что-то какая-то странная из задники, как будто бы 3D! А потому это наполняет некое... А здесь уже нормальная, типа, рисовка! Ну, обычная! Или это было не из мульта? Но я бы скорее отнес все эти странные штуки в плюс сериала, потому что они добавляют ему эдакой оригинальности, что ли! Но в мульте немало реально годных и хороших шуток! Но большая часть из них, конечно, завязана на дьяволе! И его постоянно в попытках стырить душу Капхеда! Так как он ее проиграл, но не отдает! И это реально самые забавные моменты сериала! И реально самые забавные моменты сериала, повязаны именно на периодических появлениях дьявола! Он рано-мно вылезает и... И Капхед и Магмен всячески от него отбиваются! Порой это настолько угарно, что я падал со стула и ржал минуты 3! Окей, ладно, поверю на слово! Надеюсь, мне тоже будет смешно! Отдай мне свою душу! Уходи отсюда! Послушай ты, малявка! Вначале как... Не знаю, это не смешно! Как и мне, вам может показаться, что сериал чисто ситком про разные дни Капхеда и Магмана! Как они их проводят и все такое! Два молодых пацана, живущие у деда! Никаких модных гаджетов и вообще никакого интернета! А что, у них там есть какие-то вообще модные гаджеты? Что-то сомневаюсь! И знаете, это отдает и такой некоторой атмосферой, которая... Нет, утром же мне их прям очень нравится, классно! Будет понятно, чуть более старому поколению, я думаю! Да! Когда ты с братом или лучшим другом, у вас не было компов и прочего, и вы пытаетесь каким-либо способом себя развлечься, да! Битвы под мужками, которые оборачиваются всякими потерями, то палка вдруг становится мечом, постоянно жажда приключения... Мечом-то ладно, вот и... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пуха какой-нибудь! Ты не и адреналина! Конечно, у нас не было все так плачевно, как у Капхеда и Магмана! Все-таки в наше с вами время у многих хотя бы телик был! Телик, да, согласен! Веронита годы! Ну и Sega Dream... Ой, Sega нет! Не Dreamcast появилось позже! А вот обычно Sega и Dendy были еще прям в реаниме детства! А у них только радиоприемник! А телик далеко вообще не у всех! Сериала телевизор видел только у Дьявола! Так вот... Ну, что самое богато, походу! Вот, несмотря на все это, сериал, по факту, не совсем является ситкомом, без какой-либо привязки к прошлому! И каждая серия — это отдельный рандомный день из жизни персонажей! По факту, сериал стартует, ну, что не иронично, с самой первой серии! Когда Дьявол и знакомится впервые с нашими обалдуями! Что ломает процесс изъятия душ через проигрыш в автоматах на местной ярмарке! И с тех пор Дьявол, как бы, по факту, охотится за героями! Но не очень активно, пока ему другие демоны не начинают докучать фактами, что от него ускользнула одна душонка одной чашки! Ой, всего лишь одна душонка! До этого он собрал миллионы, да? А здесь одна ускользнула, и всё! Надо повыделываться! Да ну тебя! У него от этого факта знатно так пригорает! И только тогда он вылезает и начинает донимать капхеда и магмана! Более того, сами персонажи, как минимум, в диалогах не забывают, что было в прошлом! А для сериала с возрастным ограничением 6+, это вообще хорошенькое такое достижение! Мне на самом деле не очень нравятся сериалы, когда там происходят вот такие вот рандомные события, да? Ну, короче, не единый сюжет! Вообще терпеть такое не могу! Ладно, не то, что терпеть не могу, мне как-то это не очень заходит! Я очень надеюсь, что вот эти просто 12 серий, это было, так сказать, вступление, как бы, знакомили нас с персонажами, да? А вот дальше будет уже какой-то целостный сюжет! Но это мои хотелки, и я очень сомневаюсь, что так будет дальше! Более того, чуть позже появляется золотая... Ну, давайте, врубайте песенку! Золотая чаша! Сразу врубается с... Золотая чаша, золотая! Так что, как эту, что ли, песенку? С моим дерзким характером, и обольщением, и милым личиком! Ну, а у них там у всех милые личики! И желанием получить всё на халяву! Фига себе сосиски! И в дальнейшем сериал может получить более длинный сюжет, чем просто... Это, вот это я как раз-таки на это очень надеюсь! ...того, что герои помнят, что было в прошлых сериях! Меня такой подход, безусловно, радует! Но что меня точно не радует, так это длина титров! Я поясняю, хронометраж каждой серии 15 минут! А, 15 всё-таки минут, значит, 5 минут титров, чё? А теперь посмотрите на это! Где начинаются титры? Не понял! А чё там 0,26? Почему так здесь 0,26? Не понимаю, ладно! Я извиняюсь, но титры в сериях и мульта длятся... ...минут 5! Что? Серьёзно? Такое ощущение, что у Капхеда самые длинные титры для мультсериалов из всех, что я видел! Ну, так, типа, меня это не бомбит, потому что я изначально знал, что будут серии по 10 минут, а оказывается, они 15 минут с титрами. Ну, как бы, ни капли не расстраивает. Я вообще думал, типа, сейчас он скажет, типа, серия 10 минут и 5 из них титров, а такое бы, нифига себе. А это явно что-то нездоровое. И так в каждой серии они кончаются на 10-й минуте где-нибудь, 40-й секунде, а затем идут тупо 5 минут титров. Офигеть. Типа, ну, как так-то, а? Ну, это странно, согласен. Это не такая проблема, как русский дубляж, потому многим стоит его смотреть именно в оригинале. Если вам слушать на английском... Не, я буду в дубляже смотреть, естественно, потому что оригинал, увы, я не пойму. Конечно, не впадлу, и вас не раздражает это постоянное прочтение титров. Если так... Это мне очень раздражает. То, конечно же, смотрите на русском. Но если нет, то советую всё-таки в оригинале. Но почему так? Ну, если вкратце, то такое ощущение, что те, кто занимался русским дубляжом, им было немного по боку работать над этим проектом. Нету, так скажем, души. Тот же King Dice не выделяет такой искры, которая есть в оригинале. Потому я часто натыкался на комментарии людей, которым не особо зашёл дубляж. Как менее... Ну, мне кажется, потому что это всё-таки сервис онлайн, да? И явно там зарплаты гораздо меньше. Но это моё мнение, я не уверен, чем в больших проектах, которые выходят в кинотеатре. Поэтому, естественно, там люди будут меньше запариваться. Как минимум Капхеда, Магмана и Кингдайса. Вот дей, которым не особо зашёл дубляж. Как минимум Капхеда, Магмана и Кингдайса. Вот Дьявол мне вроде бы немного даже понравился. И с песнями примерно та же самая проблема. Их не особо много, но они банально не... Дублировали песни? Вкусно звучат, если можно так выразиться. Не хватает души, что ли? Это не только я от себя говорю. Я всё же переспросил мнение ребят, что профессионально занимаются музыкой и звуком. И они так же думают, так что это не только моё субъективное мнение. Но всё же, в целом, если подводить итоги мультсериала Шоу Капхеда или же Шоу Чашика... Господи, Шоу Чашика. Лучше давай Капхеда. ...оно вполне неплохое, даже отличное. И прекрасно справляется со своей работой. А уж для сериала 6+, я думаю, так подавно. Пускай она мне вначале показалась внезапно просто визуально качественной забивкой для детей. И выполнена по мотивам игры. Но по итогу же она вполне может претендовать на нечто побольше, чем я думал в самом начале. Ведь как минимум тот факт, что каждая будущая серия помнит, что было в прошлом, лично для меня уже покупает сериал. Хотя бы так, но я бы хотел всё-таки какой-нибудь один длинный сюжет. Я люблю такой подход, когда зрители не воспринимают как полного идиота, который не... И вот этим вот мне, например, бесит немножечко Человек-паук 90-х годов. Типа начинается с того момента, когда он уже Человек-паук. А можно мне завязку, пожалуйста, какую-нибудь? И много серий они как бы вообще гипо не смотрели на предыдущие. Прям раздражает мне такой подход. ...способен вспомнить, что было буквально в прошлой серии. Шутки вполне могут повеселить даже таких, как я. А значит, свою аудиторию мульт явно найдёт. И я в этом не сомневаюсь. Это, конечно, не шедевр для всей мультиндустрии на... Зато, значит, мы попались на кликбейт. Микбейт. ...в свете. Но, по крайней мере, за все эти 12 серий из обещанных 40, что мы видели сейчас. У шоу есть свои недостатки. И некоторые из них уникальны только для этого шоу. Опять же, те же самые титры. Я впервые их вижу такими длинными. Не, на самом деле, меня титры ещё бесили, например, в сериалах от Marvel. Они тоже там минуты 4, наверное, идут. И такой... Как бы ещё много до конца. Титры? Вы чё, офигели? Можно мне сериала побольше? Но это не отменяет того, что у мульта есть свой дух. Из-за нор, так скажем. Он способен развлекать. И не является перезапуском чего-либо порта оригинал. А ведь даже он вроде бы сейчас и не связан с событиями игры. Но он расширяет некоторые рамки того, что нам было известно в самом игре о персонажах. Мы можем видеть, как они взаимодействуют друг с другом. Как себя ведут в тех или иных ситуациях. Некоторые аспекты характера того же Магмана и Капхеда. Я уже понимаю, что на фоне Капхеда многим будет больше нравиться Магман. Ну, а также будете выпускаться в ржач, когда будете видеть их взаимодействие. Когда им кажется, что разбудить деду будет более плохим исходом, чем разговаривать с дьяволом. Но это типичные дети. Они просто его прогоняют, потому что он своими криками может разбудить деда. А потом просто разводят дьявола на то, чтобы он покрасил им забор. Так что, как вы поняли, я могу смело порекомендовать вам хотя бы ознав... Ты смотри, у него зубы как забор. Видимо, поэтому он решил покрасить, да? Офигенно. У вас есть свое мнение. Да и вообще, что вы думаете... Вдруг. У всех есть свое мнение, я думаю. Капхеда. Ждете ли вы новые серии, или же для вас это тупая хрень для детей? И лучше бы Капхед дальше оставался только игрой. Ваше мнение прямо желательно в комментариях. Я серьезно. Давайте, пишите. Короче, ролик получился интересным. Спасибо большое, DTV, за его обзор. Я в любом случае собирался смотреть Капхеда, послушал его и понял, что все-таки, естественно, стоит его смотреть. Но я не знал, что он будет прямо детский 6+. Я надеялся на более взрослый рейтинг, потому что, ну как бы, игра, я бы не сказал, что прямо детская. Особенно по хардкору, да? Типа, ну я просто казуальный игрок, и для меня она была сложной. Очень много слышал, что люди ее, наоборот, прямо легко проходили. Но я казуал, так сказать. А обязательно будем смотреть. Ссылочка на вас в описании. Обязательно подписывайтесь. Если что, там будем смотреть Вокс Махину и Атаку Титанов, как она выйдет полностью, 100%. Так что подписывайтесь. Ну, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами-ка всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.